здравствуйте уважаемые зрители видео канала планеты дзюдо я роман карасик и в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами комплексом упражнений дзюноката которые можно выполнять без партнера и в этом видео я покажу пять первых упражнений из комплекса дзюноката выполняемые без партнера на что хочу обратить внимание ваше на то что дзюноката заложены очень много таких основополагающих принципов основ изучения дзюдзюцу и дзюдо и в том числе акцент очень я хочу поставить на то как как я буду перемещаться на татане как буду перемещать свое тело в пространстве вот на этом хочу заострить внимание именно в данном видеосюжете почему потому что предыдущие мои видеоролики и ссылки будут на них мы я рассказывал вам о шагах то есть шаг это основной метод передвижения нашего тела в пространстве и там были разные вариации как мы делаем шаги поэтому в дзюноката шаги имеют очень важную основную роль то есть одну из главных ролей именно шаги то есть помощью шагов мы будем перед перемещать свое тело в пространстве относительно ну в данном случае я буду его перемещать относительно простого ну как бы такого невидимого партнера но когда мы будем я буду снимать видео вместе с партнером то вы увидите как это происходит уже с партнером но почему я хочу именно снять сегодня видео без партнера потому что зачастую ну так бывает что нет нас партнером поэтому но практиковать дзюдо или любое искусство невозможно если мы делаем паузу ну как паузу допустим я делал один день а потом я вместе не делаю ничего ну соответственно моим качество моих действий ухудшается все равно что я сегодня хожу а потом вместе я просто лежу ну соответственно через месяц я моя моя способность ходить будет гораздо меньше то есть мне надо будет заново восстанавливать эту функцию поэтому занимайтесь дзюдо регулярно и постоянно выберите себе определенное время и как бы в план своей жизни запишите это не обязательно заниматься дзюдо по 20 по по 2 часа по 3 часа можно заниматься практически практически делать какие-то действия по 15 минут 15-20 минут а может даже и 10 минут но каждый день или через день чем делать это допустим три часа но один раз в месяц поэтому регулярность и постоянство дает на те преимущества которые в последующем могут улучшить и нашу наше здоровье и нашу жизнь и вообще качество нашего существования на качество нашей жизни и так дзюно карта состоит из 15 упражнений но в этом видео я покажу всего лишь пять упражнений которые я выполню без партнера выполню в нескольких как бы вариациях это когда я фронтально буду стоять к вам в профиль и когда я буду стоять спиной покажу несколько вариаций с разных позиций каждые из пяти упражнений и так первое а и а и 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 в и и заострили именно на передвижении, какие шаги я делаю, как передвигается тело в пространстве благодаря этим шагам. Это было второе упражнение, сейчас я покажу вам третье упражнение. Это было третье упражнение, четвертое упражнение. Поехали. Поехали. Это было четвертое упражнение. И сейчас я покажу вам пятое упражнение. Поехали. 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 Итак, я показал вам первые пять упражнений комплекса дзюно-ката, которые выполняются без партнера Основное внимание я просил вас уделить именно передвижением, то есть не передвижением, а именно шагам, которые я делаю Шаги для того, чтобы мое тело передвигалось или перемещалось в пространстве Как вы заметили, были разные виды шагов и разворотов То есть моя постановка ног была различна и назад, и в сторону, и вперед И с помощью разворота, и с помощью наклонов уходов и так далее Это очень хорошее упражнение для развития качества шагов Для развития устойчивости тела, нахождения оптимального варианта постановки ног Для того, чтобы мы могли не терять связь с поверхностью, с землей или с татами Так сказать, мы укореняемся, но в то же время мы и подвижны То есть мы стоим крепко на ногах и достаточно мобильны Вот такие шаги из комплекса дзюно-ката можно выполнять без партнера Что я и рекомендую всем, кто практикует различные боевые искусства А в частности, это касается дзюдзюцу и дзюдо С вами был Роман Карасьев И до новых встреч В следующем видео я покажу вам следующие 5 упражнений из комплекса дзюно-ката Спасибо, что смотрите видеоканал Планеты дзюдо Продолжение следует...